Если я еще в памятник поставил, я от этого, потому что у меня сил больше нет, пообщавшись с главой города, я добивался на день в день, чтобы он меня принял на 5 минут. Я прошел через оправду, мы там записали патрушку, сидел первый человек, понимая, есть ли вы, доказал им, что белый есть белый, а черный есть черный. Ну что у вас сейчас помогает? Люди, которые вообще не желают ничего делать. Вот, принимаем. Петр Павлович, я предлагаю павелику Бронина, все-таки еще я обращаюсь, он услышит, Петр Павлович, простите, у нас регламент все-таки. Я предлагаю всем, кто в соцсетях, сейчас постоянно администрация, значит, ну, многие, может быть, видели, идет, как бы, опрос жителей на сайте администрации по поводу места установки памятника генералу Бронину. Дело в том, что вот инициативная группа, помнил своих героев, они сделали, выполнили. Собрали денежки, нашли, искалили, помогли нам, в Сурадах, на сайте, на сайте, на сайте, все прислали, Георгий Павлович. Был готов памятник к установке осенью к юдилею наступления советских войск, к отходу... Администрация начала ловки, чтобы фактически не дать поставить памятник, не выделяла места, затягивали работы, всячески, то, что называется, палки в колеса вставляли. И хотя было при мне озвучено решение главы в кабинете у Рыжова, я просто лично присутствовала, когда он сказал, что есть решение главы, дать, так сказать, как бланш авторам памятника, тем, кто его сделал, на выбор места. И место было известно, предлагалось место рядом с бывшим татарским кладбищем, роща на микрорайоне Пронина, которая как раз вот... Было принято это решение главой города, тем не менее, опять потом пошли препоны, было выложено вот это вот обсуждение, давайте, кто за вторую школу, кто за микрорайон Пронина, и администрация, просто вот я сколько ни отслеживала, все время большинство людей выступало за установку в микрорайоне Пронина. Тем не менее, буквально на днях оказались накручены голоса администрации, и соотношение резко поменялось в другую сторону, просто вот так вот, в одночасье. Ну, видимо, всем было дано распоряжение в администрации проголосовать за вторую школу. Город, когда в дороге школы, ну, сам Бог велел в микрорайон. Естественно, в микрорайоне Пронина просто не знают вообще, многие считают, что они живут в деревне Пронино, и все. Да, в общем, так было, а священники, проще вот у нас там подразняют, да, вот так сделают. Так работать надо, правильно? Они, во-первых, не хотят работать, и во-вторых, они, так сказать, ну, когда инициатива вот сходит не косенная, видимо, это вот такой вот какой-то еще испуг. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И очень хорошая идея ставить этот памятник, потому что мы не можем быть, как Иван Непомнющий, родства, люди, которые защищали нас, дали нам возможность жить сегодня той жизнью, в которой мы живем. О них надо помнить, их чтить и ставить им памятники. Очень хорошая идея. Вот в этом месте. Ну, естественно, да. Ну, здесь же квартал Пронин, и здесь он будет на месте. Тем более, здесь нет никаких культурных сооружений. И очень даже хорошо, если он будет стоять здесь. Мы находимся в роще, которая наверняка, здесь возраст берез, это возраст 41-го года. Здесь же на территории этой роще, на окраине, еще сохранились осевшие траншеи последние, линии обороны, которые построили, понимаете, и отстояли воины 144-й гвардейской дивизии суровой осенью 41-го года. От этого места оттолкнулось бойцы воины дивизии и уже больше никогда не отступали и погнали в фыцов от Докенингберга. Благодарные потомки Женигорода собрали деньги, изготовили памятник генералу Пронину, который квартал носит имя генерала Пронина. Правда, вы нигде не увидите здесь, что именно микрорайон генерала Пронина. Здесь надписи домовые. Полное безобразие. Написано «Пронино», «Пронина», «Пронинский офис продаж «Пронинский». Как можно, конечно, вот так вот уценить победу генерала Пронина? Даже в названии домов администрация не может узаконить и изготовить нормальные домовые знаки. Поэтому вот волонтеры, активисты собрали, конечно, самые необходимые деньги, креста и изготовили в памяти генералу Пронину. Предложили поставить в этой роще последний рубеж обороны Зенигорода у последней траншеи, которая, конечно, была здесь же вырыта. И березы выросли, видите, в ту пору, понимаешь, начали расти. Потому что по возрасту им уже, понимаешь, по 75 лет. То есть начало, понимаешь, контр-раступления Красной Армии под Москвой. И вот в таком виде эта рожь все проживает уже 15 лет. На нее посягают, ее вырубают, понимаешь. Вот в том году, понимаешь, подростки вырубили 18 деревьев. Отдел милиции так до сих пор не забрался. Я получил отписку о том, что, понимаете, что вроде бы и дети здесь и не виноваты. А на самом деле так меры не приняли. Родителей не наказали. Даже хуже этого. Я сюда проводил депутатов ворсовета, от ЛДПР, от Яблоко и от Единой России. Обещали скосить. И дошло до того, чтобы мало этого не скосили. Да где же уже вырос борщевик? Борщевик рядом, и детский сад. Матрешка. Рядом здесь детская площадка, спортивная площадка, которую тоже открывали. И буквально на двух шагах, на заросли борщевика. Вот как можно, Господь Бог, оставив вот эту рощу людям. Ребята, посмотрите, сделайте здесь доброе дело. Ни глава города, понимаешь, ни депутаты, понимаешь, палец о палец не ударили, чтобы здесь навести порядок. Я уж не говорю, понимаешь, ну простейшую планировку-то сделать, подровнять и посеять травку. А мы, понимаешь, согласны, понимаешь, даже при этой ситуации своим силами и средствами поставить памятник здесь, но почему-то нам ее не разрешают ставить. Причину конкретно и не указывают. Одним словом, беда в Ленигороду. Беда в Ленигороду. Куда не пойдешь, понимаешь, одними забрали. Обращаться в администрацию, понимаешь, практически, понимаешь, пустое дело. Или отписка, понимаешь, или отказ. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ